А скажите мне, а как вы думаете, вот Ходорковский, он оставил в прошлом свои президентские амбиции, как вы думаете, у него вообще есть шансы, но не вечен же Путин в самом деле? Как вы считаете, вот в оппозиции российской тоже ведь нет единства, но кто, как вы думаете, из российской оппозиции в случае сохранения института президентства в России, станет более удачным президентом России? Ходорковский? Знаете, я должна вас очаровать. Я не верю в демократию в России в ближайшее время. Я думаю, что абсолютно шикарный выход будет для всех, вот просто это будет очень классно, если произойдет военный переворот, желательно военный, а не ФСБшный. И во главе окажется какая-то хонта, которая будет себя легитимизировать через Мишустина или Собянина и в конечном итоге через некоторое время передаст власть. Это, по крайней мере, позволит гражданскому обществу участвовать в процессе. Я думаю, что я сильно подозреваю, что на настоящий момент амбиции российской оппозиции связаны именно с тем, что они могут быть одной из важных сил, сил, аргументов, к которым будет обращаться гипотетический преемник Путина для нормализации отношений с Западом, для какого-то перехода к гражданскому обществу. Вот сейчас очень сильно запущенный кейс. Так что вот это я, собственно, почему сказала, возвращаясь к вашим украинским олигархам. Я не так их часто наблюдала, но некоторых все-таки наблюдала. Я, конечно, была совершенно потрясена вот этой действительно классической ситуацией, когда политическая власть немедленно переходит, вернее, какой-то политически накопленный капитал немедленно реализуется через приватизацию всяких портов или даже не приватизацию, или компаний, или даже не приватизацию, а просто человек сидит и извлекает из этой компании прибыль, не утруждая себя ее приватизацией. И как, собственно, постоянно действующие президенты используют, опять же, свою власть для расправы с какими-то полуполитическими, полукоммерческими противниками. Ведь, если не ошибаюсь, у Коломойского-то все началось с чего? Во времена Порошенко. Что Порошенко понял, что ему не выиграть выборы без один плюс один. И, соответственно, стал просить следующие выборы. И, соответственно, там были просьбы к Коломойскому на один плюс один отдать. Когда отдавать не стали, то, значит, вместо этого началась история с нефтяной компанией и с приватбанком. Потом, соответственно, значит, потом, естественно, оказалось, что из приватбанка, когда начались проблемы, из приватбанка многое чего исчезло, как мы это знаем. И в итоге, да, вот действительно не совсем понятно, это была политическая или коммерческая борьба. Точно так же, как мы видим, что, я это уже говорила не раз, и вот тут я точно могу повторить, что, с моей точки зрения, если бы Игорь Коломойский тогда не стал губернатором Днепровской области, Днепропетровской области, то Донецк и Луганск имели все шансы распространиться гораздо дальше, потому что дело даже было не в том, что он сделал или что он не сделал, или что он профинансировал, а он тогда и Азов финансировал, а дело было в решительности. Тогда никто не смел принимать решение. Коломойский был тот человек, который тогда принял решение. Это к вопросу об олигархах. У олигархов железные яйца, хотя думают, они о прибыли. В первую очередь, поэтому там не удивляйтесь, что Фридман не извиняется, не удивляйтесь, что российские олигархи легли под Путина. У них железные яйца, но думают они о прибыли. Вернее, сначала они думают о прибыли, поэтому у них железные яйца. У них сначала прибыли, а потом все остальное. У Коломойского точно так же. Когда он принимал решение стать губернатором Днепровской области, он, конечно, тоже к вопросу о булочнике, который печет булочки. Конечно, он думал не только, и я сильно подозреваю, даже не столько, а спасение Украины, сколько он думал о том, сколько он наварится в процессе. Но, как мы видим, возвращаясь к 1 плюс 1, и как это называлось укрнафта, я, честно говоря, просто забыла. Да, да, буквально укрнафта. Да, да, буквально укрнафта. Дальше оказалось по почти классической... Собственно, на самом деле, да, историю Порошенко и Коломойского, историю Путина и Ходорковского интересно сравнить. Потому что, ну, чуть-чуть немножко похоже, хотя, естественно, там все остальные детали различны, потому что в случае Порошенко и Коломойского было непонятно еще, кто кого одолеет. И, в конце концов, именно потому что Украина-демократия, Порошенко разделил Коломойского на ноль, но 1 плюс 1 сыграло, скажем так, огромную роль в избрании президентом Зеленского. Но, опять же, поскольку Украина-демократия, то делатели королей, они, как бы это сказать, ну, вот точно так же, как у Березовского с Путиным, очень часто потом нехорошо получается. Субтитры создавал DimaTorzok